Когда человек совершает отвратительный поступок, веды говорят, сначала сладкий вкус, потом гордкий. Когда честный поступок, сначала гордкий, потом сладкий. Когда человек бросает, он бросает в хорошем настроении. Нормально. Нет проблем. Потом проблем. Неожиданно. Он оказывается в чаще судьбы. Есть дорога посреди дороги. Это называется, знаете, в Ведах это называется словом Дхарма. Что такое Дхарма? Это честный путь. Человек должен идти честным путем жизни. И веды объясняют, как все другие священные писания, объясняют, что такое честный путь жизни. Не изменяй, не бросай, не ругай. Относись к другим так же, как ты к себе бы хотел относиться. Костяк плюнул кому-то в лицо. Прежде чем плевать, надо подумать, а если бы мне плевнули, как бы я почувствовался. Так надо жить. Это называется честный путь. Зачем нужен себе честный путь? Очень просто объясняю. Все очень просто. Если человек хочет идти с помощью знания по своей жизни, потому что знание дано, оно дано в священных писаниях. Что это за священное писание? Смотрите, священное означает свет, слово, да? Священное, то есть писание, состоящее из света. То есть из чего они состоят? Из знания. Потому что там, где есть свет, там есть и знание. И этот свет освещает нашу жизнь. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Что значит с песней? Это значит с чем в сердце? С радость освещает нашу жизнь. С света. Со светом. Свет этот откуда берется? О светлой памяти от всех, с кем я соприкасаюсь. Откуда берется светлая память? От того, что я прошу прощения каждый день. Прощаю. А еще наберется от того, что я не надеюсь на родственников слишком сильно в реализации своего счастья. Потому что они являются элементом, главным моей судьбы. Мы когда по дороге идем, по дороге идем судьбы, мы что думаем, смотрим на землю и думаем о том, что это и счастье. Нет, мы смотрим вперед. Мы верим, что там и есть счастье. Впереди у жизни только дай, полная людских надежд, дорога. Там впереди счастье. Но отношения не впереди, они вот здесь находятся. И они даны для того, чтобы с одной стороны страдали мы, в первую очередь страдали, а во вторую испытывали счастье, если правильно шаг сделали. Каждый шаг – это экзамен. Шаг означает вот эти жизни, эти отношения, в которых мы находимся. Это экзамены. Сначала страдания. Правильно все сделал? Иди дальше, хорошо. А ты не хочешь идти, сворачиваешься. Это значит, что светлый путь закончился. Ты можешь назад опять встать, раскаяться. Назад вернуться. Почему? Потому что там еще хуже. Там джунгли. Знаете, как они проявляют себя, эти джунгли? Мари, 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 карусель, путешествие по замкнутому кругу. И замкнутый круг описан в бедах. Сначала наслаждение очень сильное, чтобы бросать близкого человека получить все, что хотел сразу. Вот тебе девушку хотел красивую – пожалуйста. Хотел парню, мужчину, хотела – вот, супер, прям. Смотри, все самому. Бросил близкого человека – получи самую лучшую сначала. Вставай на кружеве. Потом дальше что идет? Дальше отношения стремительно развиваются, вверх. Потом они начинают идти вниз, потом оп! И ты понял – не то. Бросил. Дальше опять следующая карусель. Опять та же самая по факту. Но другой человек, другие отношения, все другое. И опять карусель. Оп! Опять не получилось. Может быть, я на одной достаточно карусели, чтобы человек понял, что пока я не раскаюсь за то, что бросил, то есть вернусь назад. Возвращайся холодным утром. Понимаете? То есть, когда человек раскаивается, может быть, вместе уже не живем. Вместе уже не живем. Но светлая память вернулась. Светлая память о человеке вернулась, значит, ты встал на судьбу назад. Ты вернулся на свою судьбу. Ты по ней уже идешь теперь. Опять по ней. Это светлая дорога уже теперь у тебя. Ты раскаялся. Потому что не предполагается в этой жизни, что мы всегда будем только хорошее совершать. Но у нас судьба очень по-разному. Или с помощью знания светлых писаний, которые свет у нас ведут, священных писаний, светлых писаний, мы живем, выполняем заповеди. Или с помощью страданий. Страдание означает, что все равно учеба идет. Но она более сложная. Почему? Потому что там нас мучают. Здесь нас не мучают. Просто ты сдаешь экзамен судьбы. Нетрудно жить. Но все нормально. Нетрудно, но нормально. Почему же я вышла замуж, и мне ненормально жить, Олег Геннадьевич. Вот совсем ненормально. А потому что сама... Сам путь жизни, по нему мы идем неправильно. Вот меня спросили, как наладить отношения с мужем? Да не наладить его отношения с мужем. Потому что отношения с мужем, это экзамены, которые мы сдаем. А что надо налаживать? Надо налаживать ответ на четыре вопроса. Первый вопрос. Кто я? Я светлая душа, должна строить светлые отношения со всеми, а не ругаться и выяснять отношения, почему ты не прав. Должна вспоминать светлую память о человеке, которую не Бог показал с самого начала. Я увидела, какой он хороший человек, когда замуж не ходил. Мне все лучшее в нем уже показано. Зачем думать о чем-то другом? Надо вспоминать то, что ты видел. О том, что было, помни и не забывай. Вот для чего я живу с ним. Для светлой памяти это я пытаюсь победить судьбу. Что значит победить судьбу? Отбросить мелочи, оставить главное. Главное означает светлая память. Я не могу, Олег Геннадьевич, он меня раздражает правильно. Потому что внутренняя жизнь выбрана неправильно. Ты думаешь, что ты должен с ним счастье испытывать? Нет. Человек испытывает счастье до того, как началось. Веты говорят, что человек живет не для отношений, не для блаба. Он живет для утра, когда он садится и молится. Потому что в утром он все эти отношения устанавливает со всеми. А потом получает результат уже. Если ты не устанавливал с утра ни с кем отношения, ты просто встал и ничего не делаешься, не работаешь над собой. Ты просто пошел на работу и дальше смотришь, что будет. Плывешь по течению, получи фашист гранату. Потому что жизнь не предназначена для того, чтобы вот так вот просто жить и ничего не делать. Жизнь предназначена для того, чтобы побеждать. Побеждать можно только внутри себя отношения. Их невозможно вот ля-ля-тпро-ля-ля побеждать. А мы с ним договориться не можем так правильно, потому что судьба же действует. Ты сначала ее победи внутри, потом договоришься само собой. Побеждается судьба не в отношениях. Она побеждается во внутренней жизни, когда ты вспоминаешь светлую память о человеке. Тогда, значит, ты победил. Вспомнил, что он хороший человек. Все, свое дело делал, иди на работу дальше. Вспомнил, что начальник хороший человек. Вспомнил, что люди вокруг хорошие люди. Иди дальше на работу. Вы спросите, а почему, Олег Геннадьевич, мы забываем, что они хорошие все? Почему мы забываем каждый день? Есть ответ на этот вопрос. Потому что, кроме вот этой вот внутренней части озера ума, есть еще глубже. Там находится ил. И из этого ила всплывают карма-васаны. Карма означает судьба. Васана означает узелки. И этот ил вот здесь находится в центре сердца. Такой шар. Я его могу видеть. Поэтому объясняю, что это такой шар, внутри которого находится душа. Сквозь этот шар душа смотрит на мир. Когда карма, вот этот вот шар, он разные окраски имеет. В зависимости от того узелки, какие кармы выходят наружу, в воду. Когда выходит узелок плохой кармы, весь этот шар окрачивается в черный свет. И я смотрю на мир глазами скорби, страдания и так далее. Жизнь не мила, люди говорят. Ну сейчас тяжелый период жизни будет просто и все. Потому что, когда наступит легкий период, жизнь будет мила. Все изменится опять. Все циклами идет в этой жизни. Все циклами. Ничего не бывает. Если сегодня жизнь не мила, значит пройдет какое-то время, будет мила уже потом. Все идет циклами. Итак, смотрите. Все очень просто. То есть, есть вот этот вот шар внутренний. На санскрит называется Мохабхага или глубинная память по-русски. Глубинная память. Там содержатся все события и поступки, которые были, произошли в прошлой жизни у нас. Или в этой жизни. Все, что мы сделали, мы за это будем отвечать. Или получать счастье и страдания. Да? Или нет? Это называется справедливость. То есть, святы говорят, этот мир соткан из одной только справедливости. Здесь несправедливости вообще не бывает. Здесь бывает только незнание о том, что происходит сейчас. Почему незнание? Потому что не хотим, не хотели знать. Люди часто не хотят знать. Да мне по-барабану, что ты говоришь. Я не хочу знать, как он ко мне относится. Ну, относится враждебно, допустим, в диски человек. Почему? Потому что так судьба действует. Хорошо. Почему он так действует? Потому что я не сдал экзамен. А какой экзамен? В соответствии с его словами. Если он говорит, ты такая дура. Значит, надо быть умнее учиться. Если он говорит, ты обидчивая, очень злая. Значит, надо быть добрее. Хотя мы видим по факту, что он злой сам. Это он злой, а не я. Но надо надстраниться от этой идеи. Потому что эта идея засасывает. Она заставляет нас страдать. Это уже запущен механизм наказания. Как он запускается? Я вижу в нем плохое. И защищаюсь от него. А человек должен принять. Сказать, да, ты правильно сказала про меня. Вы сразу скажете, а он-то ничего не поймет. Какая тебе разница, поймет или нет. Ты свои экзамены сдаешь. Свои. Интересно знать, что когда человек свой экзамен сдал, он помогает другому человеку сдавать. Набрел знание, как надо совести. Как надо совести. Принимать судьбу. Говорят, ты плохая. Значит, это правда. Надо разобраться в этом вопросе. Надо ему ответить. Я пока не понимаю, что я плохая. Но я помолюсь и пойму. Он скажет, ну иди молись и потрясь по ним. Вы идете и молитесь и вы понимаете. И в этот момент он вас начинает уважать. Почему? Потому что экзамен сдал. Человек не может не уважать, если придется уважать. Человек не может не уважать. Допустим, он тебе изменяет, а ты ему нет. Хочется ведь, хочется. Ну что, так же скотине сделает. А ты не изменяешь. И он потом думает, у меня жена очень хороший человек. Он думает так. Почему? Кзамен знал. Она когда-то изменяла в прошлую жизнь, получила наказание сейчас. Но она не стала изменять сама. И он начал уважать. Потом раскаивается начинает. Тогда вы не верите. Говорит, да ну не будет он, Олег, иначе раскаивается. А вы пробовали побеждать с двух. Не идти на поводу у нее и злиться, ругаться, убивать друг друга, мучить. А вот сдавать. Нету сил. Устала. Вот это коренной ключ ответа. У меня есть люди, которые слушают лекции по много лет. И они пробуют сдавать экзамен. И все подходят ко мне в соединении той же фразы. Олег Геннадьевич, нету сил. Устала, не могу так жить. Не хватает возможности внутри. Ответ очень простой и очень глубокий. Внимательно послушайте меня. Мы смотрим под ноги, когда идем по жизни. То есть мы смотрим на отношения, которые даны, не для того, чтобы на них смотреть, а для того, чтобы они нас мучили. Для чего нам близкий человек дан? Для того, чтобы мы сдавали экзамены перед ним. Получали счастье от него. Вы скажете, где тогда вот любовь между мужчиной и женщиной? Ведь любовь, мы для любви же живем вместе. Когда экзамен зайдет, тогда будет любовь. И даже не знаете, что это такое. Любовь означает, сначала я способен терпеть характер близкого человека, принимать первая стадия проявления любви. Вторая, от этого возникает уважение, дальше. Третья стадия верность, четвертая, искренность. Любовь, это не балдеж, это не ощущение сексуального счастья от человека. Это сексуальное счастье, что оно делает? Привязывает близко к человеку. Вот этот канат напрягается, вот нижняя часть, вот этот нижний слой ума. Там возникает сильный канат между людьми, через который потом начинает печь шудьба. Люди сексом позанимались, канат заработал. И почему так хорошо? Сейчас объясню. Потому что когда канат срабатывает, сначала первая порция идет счастья. Сильного счастья. А потом за ней следующая порция будет, которую вы никак не сбежите. Олег Иванович, а я с ним сексом позанимаюсь и убегу. Можно некоторые так делают. Но связь остается с этими людьми. И они не понимают, непонятно, почему такая Олег Геннадьевич. Я вроде бы ни с кем так долго не жила, понемножку поживу и убегу. Понемножку поживу и убегу. Почему жизнь такая хреновая? Потому что со всеми с ними есть связь. Идет отрицательная энергетика. Со всеми этими людьми остается связь. Хоть ты рядом живешь с ними, хоть нет. Связь возникла, будешь страдать. Должен выполнять обязанности перед этими людьми. А чтобы не страдать, а перед всеми сразу же невозможно выполнять обязанности. Что делать? Раскаиваться. Раскаяние означает связи уходят, убираются. Человек раскаялся, осталась светлая память у человека. Связи судьбы убрались. Теперь вопрос, а когда же светлая память к мужу получается? Когда не желанием наслаждаться мужем я живу, а служением его светлой памяти. Я просто служу ему честно. И ничего не хочу от него. Просто служу. И когда я начинаю ему служить, тогда у меня возникает в сердце к нему любовь. Я чувствую, что это хороший человек. Хоть он сам даже это не знает. Мать, когда ребенку служит, она знает, что он хороший человек. Матери дано это чувство, чтобы хоть кто-то в этой жизни знал, что мы хорошие. Матери дается чувство, что не то, что она такая заслужила это. Нет. Просто ей дается такая награда женщине. То, что она награждает человеку, дает жизнь. Она видит душу сразу. Когда родился, ребенка карма. Почему мы души не видим? Потому что карма выходит на родную сила, которая портит восприятие личности. Называется карма. Но когда на ребенка смотрим, в владенчестве карма никакая не выходит. Мы видим душу, она прекрасна. Мы думаем, господи, какой у меня мудрый ребенок родился. У меня точно ребенок индига. Сто процентов. Думает. Потом он покажет, какой он индига. Я через 12-13. Устроит такую индигу, что мало не покажется. Но сейчас он маленький, и мать видит душу в нем, и она никогда не забудет это. Никогда не забудет. Это не забывается. Она всегда помнит его таким. Чистым и светлым. Какой бы он ни был. Он же старенький. Ей 90 лет, ему 70. Но видит его ребенком все равно. Но видит, что он такой светлый. И он младше меня, он маленький. И он ему 70 лет уже. Так любовь есть между людьми или нет? Есть. Если мы служим друг другу, есть любовь. Это уже не карма. Любовь это не карма уже. Но от кармы не зависит. Чтобы возникла любовь, надо совершить поступок, не карма. Вот допустим, мне нравится человек, я поцеловал. Это любовь или карма? Карма. А вот если я просто приготовила мужа покушать, пускай кушает. Все, чтобы у него в жизни было хорошо. Хоть он скотина меня не любит. Это там вторая часть. Ну и перевариваем в светлой памяти. Как бы, я готовлю, как бы, думаю, пускай кушает муж. Хоть он скотина меня не любит. Я желаю ему счастья, желаю ему счастья. Прощаю, прощаю, прощаю. Раз светлой памяти появился мужу. Вот этому человеку я готовлю. Светлой памяти появился. Все, победила судьбу. Вот когда она так приготовила, называется бескорыстие. Бескорыстие. То есть она приготовила вот так вот. И когда он покушал это, у него в сердце возникает благодарность. И он никуда ее не может делать. Он не может ее куда-то взять и убрать. Она возникает сама. Потому что благодарность это результат любви. И когда человеку в сердце возникает благодарность, ну, что-то у меня такой удивительный человек, я с ним живу. Он не скажет об этом. Потому что карма уже сильнее. Внешне он будет мучить продолжать. Но внутри благодарность. Но вот когда она уже замучилась совсем и хочет уходить от него, тогда он вспоминает что-то удивительное человеку, у меня с которым я живу. И он уже не хочет мучить в это время. Благодарность пересиливает. Любовь сильнее, чем карма. Она глубже живет в сердцах. Поэтому нужно жить не для того, чтобы наслаждаться человеком, а для того, чтобы вырастить любовь в отношении. Но мы на вопрос не ответили, где брать силы. Потому что как сделать так, чтобы вот его скотину такого почувствовать в светлой памяти. Не чувствуется, сил не хватает. Глаза бы мы его не видели. Веда отвечает на этот вопрос. С самого начала мы с вами смотрим всегда под ноги. Мы живем в том, что вокруг нас находится и считаем это жизнью. Веды говорят, это не жизнь, это экзамены. Настоящая жизнь находится в отношениях со светом. Есть такое понятие наставник. А еще есть такое понятие святой. Когда человек смотрит на святого, он молится ему, то он смотрит вперед в своей судьбе. Потому что когда он смотрит на святого, он пропитывается светом знания. И с позиции этого света знания, это знание, это сила. С позиции этой силы он живет и решает все вопросы. Он может прощать, может простить, может победить свое плохое настроение с помощью этого света. Понимаете? Поэтому единственная надежда это отношение со святостью. Есть три вида святости. Священная книга. Некоторые поклоняют священной книге. Одни говорят, что это хорошо, другие плохо. Но так как это святость, она наполняет человека силой. Человек с позиции книги живет священной. Он говорит, я почему так делаю? Потому что в этой священной книге так написано. Я сам не врубаюсь, надо прощать или нет. Мне когда хочется прощать, иногда глаза бы не видели, убил бы. А там написано, прощай всегда. Я просто выполняю этот свет от этой книги, беру в свое сердце и верю в нее. Не в отношение верю с близким человеком. Посмотрите, мы верим в отношения. Туда идет вера, туда идет надежда и счастье. Там мы ищем. Когда мы ищем счастье в близких отношениях, значит мы погружаемся в эти отношения. Испытываем боль и страдания. Я верила в тебя, а ты как поступил? Вот если, допустим, мы не верили, а просто нормально бы относились, тогда он поступил так, ну нормально. Все так поступают. Понятно, что все изменяют сейчас, какая жизнь. С точки зрения моих отношений с ним, ненормально. Потому что отношения разрушены. Означает, тяжелая судьба пришла, постучалась в мой дом и вошла. Тяжелая судьба. Ненормально. С точки зрения поступка, нормально. Ненормально, потому что он сделал то, что положено мне по суде. Видите, вы скажете, я не могу переварить то, что вы сказали, Евгений Геннадьевич. Правильно? И я тоже не смогу. Когда близкий человек так ко мне поступит, если вдруг, я тоже не смогу переварить. Но если я буду не на близкого человека смотреть, как на веру, осмотреть на святость, я отвлекусь тогда от этой судьбы, которая меня уже придавила, не дает мне жить. И все свои силы, взгляд весь на святого человека, на священную книгу. На святого человека, да? Священная книга. Священная книга. Святой человек. Смотрите. Ты говорил три. Третье, чему надо поклоняться человеку в жизни, это обществу светлых людей. Которому надо в своем сердце стремиться всей силой, и в нем надо жить. Смотрите, есть три типа жизни. Одни люди живут в обществе людей, которые занимаются темнивым бизнесом, или шуры-муры. Это один слой. У них свои законы. У них там есть свой язык. По фене ботает. У них есть свои пословицы. Пускай работает железная пиланья, для того меня мама родила. Своя правда у них есть. Понимаете? Свои отношения. Это называется сфера невежества. Большинство людей живут в сфере страсти. Что такое сфера страсти? Это мы верим в общество, в котором мы живем. Верим в наши деловые отношения. Верим в то, что мы сможем здесь, в этой среде, быть крепкими и сильными. И эта среда нас защитит. Наша работа, наше окружение простых людей, которые тоже стремятся к работе и стремятся утвердиться в социуме, в котором мы живем. Это называется страсть. Большинство людей верит в это. Это петля. Почему? Потому что там, в этой среде, нет святости. В этой среде все стремятся к достижению своих корыстных целей. Все. Это касается наших близких людей, если они живут в этой среде. Если мы живем ради достижения своих целей, там нет ни любви, потому что любовь означает отказ от своих целей. Любовь означает отдавать. Когда мы берем, мы пользуемся энергией любви. Все пользуются. В сфере страсти там все только пользуются. Там нет близких людей. Там все делают вид, что они близкие. Делают вид. Теперь, где находятся друзья? Друзья находятся в следующей сфере, которую мы забыли уже даже. Мы даже не знаем, что она есть. Это сфера религиозных отношений. Само слово пугает. Или отношений, в которых люди стремятся самосовершенствовать. Что это за отношения? Вот приходят люди, допустим, строят эти отношения. Они говорят о бизнесе. Нет там? Нет. Они говорят, сплетничают о стране, что все хреново там на Украине. Говорят нет? Нет. О чем они там говорят? О том, как учиться любить, как учиться прощать. Они говорят там о том, о чем мы с вами здесь говорим. Я с вами о политике говорю? Нет. Я с вами говорю, кого-то ругаю? Нет. Я о чем говорю? О жизни. Это называется благость. Люди, которые встречаются только с этой целью, говорить о благости, о жизни. Они сравниваются в ведах с лебедями. Лебеди, они не сильно много болтают. Смотрите, сравнение. Сравнение, аналогия нужна для того, чтобы понять, кто такие. Лебеди стремятся к чистоте. Они живут в чистых водоемах. Там, где грязная вода, они там и живут. Это означает, что эти люди, они не хотят в грязи человеческой копаться. Они хотят понять вместе, когда они собираются. Мы лебедями становимся временно, когда туда попадаем, когда мы общаемся с этими людьми. Эти отношения очень светлые. Очень светлые. Люди светлую память друг другу культивируют. Там у него проблемы в семье, есть трудности какие-то, он кого-то зарезал даже до этого. Но вот здесь он светлый человек, потому что он общается о светлом, понимаете? И он не бандит, передо мной стоит, а человек, который хочет жить правильно. У меня разок ситуация была. Я по руке могу определить, как карма действует на человека. И я посмотрел. Ну, там есть определенные законы. Там это долго объяснять. Может, много лекций надо. Что-то объяснить, как это работает. Да вам не надо. Это сложно понять. Вот. И, ну, карма в целом у человека стекает вот отсюда. Вот здесь вот, вот где-то вот в этой зоне находится вот этот вот шарик вот этот вот судьбы. Вот здесь он находится, понимаете? Вот отсюда карма начинает течь. А пальцы это уже, вот первая фаланга пальцев это наше прошлое. Средняя фаланга это наше настоящее, а последнее это будущее. Если последнее светлое, а первое темнее, значит, ты самосовершенствованием занимаешься. У тебя будущее более светлое, значит, ты экзамены в жизнь даешь. Если последнее более темное, я говорю про энергии, а не про цвет. Я заметил взгляд по этому эфирамиду. Вы не сможете увидеть, надо это замечать. Я увидел этого мужчину, у него стекает. Вот здесь вот отсюда идет такая энергия, похожая на энергию волка или тигра. Такая злая энергия, такая страшная. Вот стекает их, вот вдруг заполнено, но пальцы чистые уже. Я говорю, вы, похоже, в прошлой жизни убивали много людей. Я ему так сказал. Он посмотрел на меня таким взглядом, когда у меня холод пошел по телу. Холод. Сначала представитель воли судьбы, как человек. Или представитель смерти. Есть люди представители смерти. Они к этой категории относятся в вежественных людей. Они являются воплощением злой судьбы. Поэтому надо избегать близких отношений с такими людьми, которые занимаются теневым бизнесом. Или которые там в преступном мире живут. Надо просто близкие отношения не строить. И все. Близкие отношения построил, значит, через них придет вот эти вот представители смерти придут. И он сказал, дорогой мой друг, я в этой жизни уже убил столько, сколько тебе и не снилось. Чувствую взгляд такой холодный. И он сказал, что я такой... Господи, помилуй, Господи. Само собой возникло внутри такое чувство. Надо странно спасаться. Потому что жить-то хочется. Даже я и начал. И он говорит, ну я вот начал раскаиваться. И сейчас у него другой жизнь. У него зла потом поменялся. Он вспомнил, в ту жизнь у него взгляд таких стал. Потом он вспомнил то, что сейчас делает. У него поменялся взгляд. Стал таким сильным очень. Простой человек не будет убивать. Это сильные люди обычно. Когда они расстраиваются, у них потом другая жизнь. Часто бывает. Очень сильная, светлая. У меня один знакомый есть. Он бандитом был. Прошлым. В городе законе. Сейчас он монах. И очень такие лекции читает. Может, вам приедет как мне. Не буду говорить, кто. Поймете, когда его увидят. Очень светлый человек. Когда он говорит, люди просто счастье испытывают от него. Потому что он встал на светлой путь. И так сильно встал, что сжег вот эту всю свою тенденцию. Стал таким человеком, рядом с которым просто даже стоять. Это счастье. И надо понять вот эту вещь. Что судьба, когда ты общаешься с лебедями, вот с этими людьми, которые сверху, в верхней части благостные люди. Она очищается от страданий. Становится легче жить. Вот смотрите, как очищение это происходит, я вам сейчас объясню. Очень просто. Вы думаете, что легче жить становится, когда мой свинтус будет разговаривать со мной нормально, Олег Геннадьевич. Так обычно мы думаем. Нет, не так судьба не нравится. Сейчас объясню. Вот вы сейчас на лекции, допустим, побывали. У кого легче уже сейчас стало внутри? Понимаете? Вот смотрите. Видите, легче стало. Придете домой, и увидите, что со свинтусом, со своим, тоже легче жить. Как-то так нормально пошло. Веды говорят, что именно так человек от кармы очищается. Он не пытается поменять человека. Он очищает свое существование с помощью общения со священной книгой, святым человеком в своем сердце общения. И лебедями, обществом людей, которые стремятся. Где взять лебедей? Вот если мы, допустим, лекции слушаем, вот на такие темы, то у нас черные перышки отваливаются, потому что вот это общество, где люди думают о своих делах, о бизнесе, оно сравнивается в ведах с обществом ворон. Там люди каркают постоянно друг на друга. Находятся в грязных местах вороны, вороны не живут в чистых местах. Они постоянно каркают, и они поступают не как лебеди. Лебеди как поступают? Один умер, второй остался верным. Да? Вороны подступают? До свидания. Летим дальше. Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что надо считать общество лебедей. Смотрите, несколько признаков. Вот лебедь, да? Я не говорю, я сейчас не воспаляю лебеди, воспаляю людей, которые подобны лебедям. Понимаете разницу? Очень удачное сравнение. Веды применяют удачное сравнение, чтобы возник образ. Живет в чистом месте. Означает, где мы живем? Где мы живем? Где вы живете? На Украине. Поздравляю вас. Где вы живете? Я в самом начале сказал, что не на Украине. Вы живете в своем уме. Не на Украине, а в своем уме. Понимаете? Потому что ваш ум вот эту ситуацию вокруг называет Украиной. Вы живете в своем уме. Понимаете? Если в уме постоянно идут злые мысли обо всех, значит, вы где живете? На свалке. На свалке. То есть вы живете там, где воняет. Этого не любят. Этого не любят. Меня достало. Значит, живем на свалке. И вот лебеди, они не живут на свалках. Они живут в чистых озерах. И вода очень чиста. То есть этим людям хочется о чистом думать, о светлом. Они не хотят думать о плохом в человеке. Им это просто неинтересно. Хотя они и видят это. Но им неинтересно об этом думать, потому что они знают. Это не путь. К истине не путь. А тем, кто хочет покаркать еще, полетать на свалках, покаркать друг на друга, поклеваться, пожалуйста, мы в этой жизни все разводим. У нас есть свобода выбора. У всех. Увеснять отношения, разобраться с этим человеком, поставить точки на «и». Жаловать во сколько угодно. Дальше. Лебеди, они, они, когда воду берут в рот, вы знаете об этом, они воду берут, если в воде есть молоко, то они вот так, вот так делают. И там молоко идет внутрь, а вода наружу. Разделяя, сепарируют молоко от воды, могут это делать. Это означает, что они всегда в человеке ищут только суть. Они хотят самое лучшее, самое главное увидеть в человеке, а не его недостатки. А главное, это счастье, заложенное в нем. чистота человеческая, Лебеди к этому стремятся. Но очень трудно так жить, поэтому они держатся друг друга, потому что только вместе можно так жить. Да вороны их как бы окружают. Помните гадкий утенок, да? Ну, как там, с утками сравнение было, кряга и там, а он был лебедем на самом деле. Лебедем. Надо было там жить. Мы все лебеди в своих сердцах, но забыли об этом. Как в том анекдоте лягушка подскакала к зайчику и говорит, знаешь, я какая на самом деле? Я на самом деле мягкая и пушистая, сейчас я просто болею. Поэтому скользкая и вонючая. И это правда. Это правда. То есть мы мягкие и пушистые внутри. Но так как мы болеем неправильным пониманием, как жить, поэтому мы скользкие и вонючие. Хоть об этом и не знаем. Мы думаем, что мы мягкие и пушистые. Потому что веды объясняют, как распознать лебедей. Внимательно слушайте, как распознать настоящих лебедей. Лебедь настоящий считает всех вокруг мягкими и пушистыми, и считает, а пытается изо всех силы считать. Это его цель жизни. И он, когда это видит, он сильно радуется. А себя, вот смотрите внимательно, а себя он считает скользким и вонючим. Лебедь. Он скажет, что это, иначе это само унижение. Это не наша психология. Это неправильно. Нет. Это не само унижение. Это означает умение видеть вот этот шарик. Там у нас очень много грехов. Когда человек его видит, на нем сфокусирован, это значит, что он хочет это преодолеть. Это значит, что он не внушает себе «я покой, я покой, я покой». Нет, он не об этом говорит, когда смотрит туда. Он хочет раскаиваться. Значит, раскаивание. Он хочет же победить. Но в других он видит только светлое, хочет видеть только светлое. Так настроены лебеди. Вороны как настроены. Они себя считают мягким и пушистым, всех остальных скользкими и вонючими. Слышит. Узнаете? О коме я говорю? О коме я говорю сейчас, как вы думаете? Я говорю вот об этом вороне. Об этом. То есть на всех смотрят и видят их недостатки. Соберяйте. Соберяйте. Следующее качество лебедей – это способность плавать и не смачивать перья водой. То есть у них так устроена там вот эта вот система вся, что у них там жиром все смазано таким лебединным и они не мокнут. По воде плавают, но не мокнут. Поэтому человек вот со своими светлыми чувствами внутри обо всех должен так жить в обществе, чтобы не проникала грязь. Он не должен оскверняться тем, что он контактирует в этой деловой среде с людьми. Придется деловые вопросы решать. Иногда кого-то наказывать. Иногда делать какие-то серьезные шаги в жизни. Может он прокурор вообще, но надо 10 лет лишения свободы. Ну такая специальность по сути. Но это не значит, что он в горы. Нет, может быть, это нет. Он просто должен выполнять свой долг, наказывать людей, но при этом о них плохо не думают. Он не должен водой смачиваться, по которой плавают. Понимаете? Нет, о чем я говорю. усвоили вот эти признаки лебедей. Если вы видите, вам говорят лебеди, мы лебеди, но при этом всех осуждают. Наша вера самая хорошая, все остальные козлы, это не лебеди. Лебеди никого не осуждают. Лебеди плывут всегда в одном направлении. Они не слишком болтливые. Они смотрят период. вы видели, как лебеди плавают? Они плавают в одном направлении, но как они плавают? Вместе. Означает, они живут внутри, друг с другом. Не бла-бла с друг другом, а внутри друг с другом. Они чувствуют друг друга внутри. Плывут к одной цели вместе. Они целыми днями в отношении выясняют. Нет, вороны выясняют отношение. Вороны не вместе плавают. Они прилетают рядом, садятся как, как, как. Доказывают. Объясняют, как правильно меня надо понять. Вороны. Внешне это выглядит вот так вот. А внутри они думают, что они как бы правильные вещи делают. Вот так, видите, есть три источника силы в этой жизни. Когда человек целью жизни ставит три этих источника, или хотя бы один из этих трех, или хотя бы стремится, чтобы поставить целью жизни эти источники, он получает силу менять судьбу. И это ответ на вопрос, как жить в гармонии с собой и окружающим миром. Нам не хватает вот этой позитивной силы, способной видеть светлую память, означает знать правду, это свет знания, знать правду об этом человеке, нам мешает грязь нашей судьбы, которая идет только изнутри человека, только изнутри. И все, что мы видим, всю боль, которую мы видим вокруг себя, это все вышло только изнутри. Только изнутри. Знание об этом называется мудростью человеческой жизни. Когда человек говорит, что не изнутри, а, иначе у меня вышло, это он козел, мне не повезло, значит, это глупость человеческой жизни. А если вы сходили к вам, женщина сказала, что вас сглазили, поэтому вам плохо, сглазили. То есть означает, у вас все было хорошо сначала, а потом вот из-за того, что вы с этим человеком связались, он вас сглазил. То есть что он сделал? Буквально в смысле слова он взял и так сейчас покажу. Сильно, сильно так посмотрел, вот что-то там внутри сработало и все. Вот из-за этого вы страдаете. И он во всем виноват. Вот теперь живите и знайте, что этот человек во всех ваших страданиях виноват, он является причиной ваших проблем. Все, больше никто не является, только этот человек. Вот как можно назвать такую тетку? это змея подколонная, она дала веру в то, что разрушит жизнь человеческую. Она ужалила человека с змеей ядом неправильного понимания вещей. змея подколонная, это даже не воронка, это мягко сказано. И она за это будет, как змея жить всю жизнь, сама, не веря в счастье человеческое. Когда вы к таким людям приходите, они как смотрят? И так, как змеи. Нельзя с такими людьми строить виски отношений. Нельзя. Если человек просто режет на рот, это плохо. Но если человек дает знание, которое убьет его жизнь, то это уже еще хуже. Это хуже, чем убийцы просто. А есть убийцы знаний, убийцы души, это еще хуже. Понимаете? Есть те люди, которые дают им ложное знание, знание, которое не приведет к тому пониманию, что я во всем виноват. Какие проблемы? Проблем нет. Если я во всем виноват, проблемы есть? Нет проблем. Значит все хорошо, и правда. Вокруг все хорошо. Просто все хорошо. Так или нет? Нет сил. Силы берутся от трех вещей. А у меня нет привычки с ними общаться. И вообще я как пойду в религиозную среду? Мне там неудобно. Это я сейчас объясняю ситуацию. Правильно неудобно, потому что вы не верите этой среде. Вы думаете там сектанты находятся. Сектанты. люди, которые вас сведут с правильного пути. И вообще Геннадьевич, если я туда пойду, все родственники испугаются. Правильно? Потому что когда меняется судьба у человека близкого, все испугаются. Все пугаются. Люди пугаются и света в жизни, и тьмы. Почему? Потому что они хотят, чтобы ничего не менялось в жизни. Ничего не менялось. Вот вы сейчас придете домой и начнете левцу рассказать. испугаются. Что вы что у кого? Все кто что руководит. Там страшно очень. там деревья страшно. Почему? Потому что это же новая жизнь совсем. Надо все менять. Страшно менять. Знаете почему страшно? А потому что мы не знаем как это работает система. Мы не знаем что менять ничего не надо. Веды знаете как объясняют? Ты не беспокойся ни о чем. Общайся с теми кого понимаешь. Все равно рано или поздно ты придешь к священному писанию. И те люди которые будут его окружать тебе уже не будут в это время страшны. Почему? Потому что ты уже дошел до того места на котором ты можешь уже их увидеть по-настоящему. Понимаете надо просто понять куда идем и все. Надо понять что мы идем туда где больше веры где больше света и чистоты. Просто для меня вот такая жизнь она страшна потому что я не готов к ней. И это правильно. Зачем идти туда где ты не готов общайся с теми которые такие же как ты но идут вверх. Есть лепети которые вначале водоем плывут а есть которые в конце те которые в конце они непонятны. Их очень сложно понять. Зачем они так живут? Зачем человек носит гири на себе да вот сейчас будем про них говорить про этих людей зачем он носит гири носит? Зачем эти все вот эти вот люди которые в пещерах там жили цепяли на себе да эти вот пустынники пустынные пустынники там аскезы эти совершали не спали не ели не пили и молились целыми днями, безумцы, подумай, безумцы, нет, они не безумцы, они испытывали такое счастье в своей жизни, что нам просто даже догадаться очень сложно. Как определить, что они испытывали счастье? Когда вы увидите такого человека, который достиг вот такой ступени жизни, высокой, просто прикоснувшись к нему, вы почувствуете необыкновенное счастье, которое останется с вами на много жизни. Сейчас я вам расскажу, что я увидел вчера у одного священника, очень развышенного человека, в судьбе. Этот священник мне задал вопрос, он говорит, если ты можешь что-то увидеть в моей судьбе, попробуй, я определил, ты прав или нет, потому что я кое-что знаю о своем прошлом. Я сосредоточился, и сердце сразу мне открылось, потому что, когда положено, Бог сам хочет, чтобы это было. И я почувствовал, что в прошлой жизни этот человек был мужчиной, который сначала жил семейной жизнью, а потом он отрекся от семейных радостей и начал служить Богу, и его жена помогала ему. Его жена пошла на высшие планеты, вверх пошла, и он тоже вверх пошел, а потом спустился на землю, потому что Бог ему дал миссии. И сейчас он отвлеченный человек. В священник очень твердых правил от этих внутренних, и когда смотришь, что он светится или сияет. И сразу возник вопрос, откуда этот свет от него идет, откуда эта сила. Я начал смотреть в следующую жизнь. До этого он был мальчиком маленьким, который постоянно думал, он лебедем уже родился, постоянно думал о необыкновенном, чем-то светлом. И он оставил тело в молодом возрасте, где-то 16-17 лет, так и не хребнув обычной жизни. Спрашивается, откуда он взял вот эту вот чистоту. Сейчас я вам расскажу о жизни до этого, которую я тоже Бог показал. До этого он был женщиной, которая просто жила, как все, обычной жизнью. И в возрасте где-то 30 с чем-то лет эта женщина увидела необычного человека, к которому все кланялись. Зачем? И она подошла просто к нему и упала в ноги, и прикоснулась к его стопам головой. И когда я увидел вот это событие, сердце мое наполнилось такой силой счастья, я когда увидел вот это, да, что я не смог это переварить. То есть у меня просто какая-то сила, вот эта света, она такая вспыхнула, хотя я тень этого события видел, я не ярко это все видел, а просто почувствовал, что вот так все было. И эта женщина потом всю жизнь думала только об этом святом, и она забыла про свою жизнь остальную. Она просто думала об этом святом и жила в сердце памятью о нем. И в это время вся ее жизнь изменилась, все ее начали любить, уважать, потому что от нее исходил свет. В следующей жизни она была мальчиком, потом вот этим москетом, потом она стала священником, которого я увидел. Один контакт с необыкновенным святым, который соткан из этой любви, меняет полностью всю судьбу человека, всю судьбу. Но контакт должен быть таким, что надо просто доверять ему, когда ты ему кладешься, без остаток, просто доверять. Считать, что это хороший человек, что он мне поможет. Понимаете? Этого достаточно. Да. Он сказал, что ты прав. И одна только, у меня только одна сейчас, у меня вещь полнует в жизни. Кто это был? И он исторические летописи сейчас изучает. Ищет человека. Ищет. Для того, чтобы думать о нем. Память осталась, как след. Он ищет этого человека. И ведь тот хочет чистую, светлую жизнь. Потому что, когда соприкоснулся с человеком настоящим и святым, его жизнь уже другая, другому человеку. Это называется милость Бога. Он получил милость. Понимание, что такое любовь. Он получил настоящую. Любовь живет в его сердце. Понимаете? Любовь не принадлежит мужу или жене. Она не принадлежит кошечке, которому он служит. Это не любовь все. Это отношение наслаждения. Потому что и кошечка, и муж, и жена все эксплуатируют любовь друг друга, пытаясь наслаждаться друг другом. Настоящая любовь, она имеет бескорыстную природу. И человек, который может любить по-настоящему, он не предусматривает, что ему что-то дадут за это. Он просто служит, и все. Это называется святость уже. Почему человек может так жить? Потому что карма, вот этот шарик внутри, у него становится светлым. Он побеждает судьбу. Потому что душа по своей природе, там внутри этого шарика, она по природе бескорыстная. Она не хочет жить для себя. Она хочет служить, служить, отдавать. По своей природе она такая. Но шарик не дает возможности так жить. Он заставляет нас жить для себя и извлекать счастье из этого. Это как тюрьма, понимаете? Мы живем в тюрьме этой судьбы. Она говорит, женись, женись, это тебе будет хорошо. Выходи замуж, иди на работу, развивайся. Там становись начальником. И мы не можем здесь ничего сделать. Потому что это скованная ситуация. Человек, допустим, мог судьба, говорит, становись начальником. Думаешь, тебя должны все уважать, дурак. Посмотри, ты можешь всеми руководить. Ты можешь ими командовать. И они будут счастливы от этого, и ты. Что делать? Что делать, я вас прошу? А? Становиться начальником. Что я делаю? Становиться начальником. Правильно. Правильно. Это мудрость жизни. Мы не можем с этой судьбой ничего сделать. Ничего. Надо идти и становиться начальником. Но не придавать этому слишком большого значения. Не думать, что это самое главное в жизни. Надо думать о том, что самое главное в жизни, это не то, что происходит здесь, а то, что происходит там, потому что от того зависит, что будет у тебя в судьбе. Пусть ты будешь начальником, но если ты не будешь молиться за своих подчиненных, за отношения с ними, у тебя не будет с ними отношений, ты будешь с ними как волк с лягнятами себя вести. И они будут проглинать тебя всю жизнь. Поэтому ты должен выполнять свой внутренний долг сначала, а потом внешний. Так человек должен жить. Но он же сначала устанавливает отношения с подчиненным в сердце своем, а потом уже с них спрашивает, как они себя ведут. И у тебя будет на это право. Потому что они в сердце будут уважать тебя, думать, уважаемый человек, я ему хочу подчиняться. Так будет все лист. Я не жена и не муж. Я тот, кто хочет устанавливать светлые отношения. Это означает, послушайте меня внимательно, означает, что я вечный. Вот когда вы начнете так действовать, устанавливать вечно светлые отношения, когда начнете так действовать, почувствуйте вечность. Вот здесь в сердце вы почувствуете вечность, почувствуете, что так надо жить всегда. И это и есть настоящая жизнь. Другой жизни мне не надо. Это означает осознать себя. То, что я сейчас сказал, означает осознать себя. Когда человек утверждается в том, что он живет для чистого и светлого в отношениях с другими, и что внутренняя жизнь — это главное, а внешний — результат. Это значит, что человек достигает того, что он сдает экзамен. И по факту в этой жизни обретает счастье. Счастье будет возрастать тогда в жизни. Самая главная внутренняя жизнь означает. Молитва на первом месте — отношение на втором. Святой на первом месте — муж на втором. Святой на первом месте — ребенок на втором. Святой на первом месте — работа на втором. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Мы верим ни в работу, ни в мужа, ни в детей. Потому что, если мы в это верим, то мы верим в то, что нас мучает. Они являются и наградой, и наказанием. В них нельзя верить. Просто надо им отдавать честно то, что мы получаем от того, во что можно верить. Мы получаем от Священного Писания. Как получать? Читаешь Священное Писание, одну строчку по много раз, прочитал и помнишь об этом, пытаешься помнить. Сначала идет просто выучивание, потом осмысление. После осмысления получается из этой строчки вытекает счастье. Сейчас думают, здорово, как это здорово. Я так не могу жить. Вообще классно. Не убивай. Возгиби близнюю. Вообще классно. Но я так не могу. Но потом, знаете, интересная вещь происходит. Хочется так жить. Я не могу, но хочется. А потом чуть-чуть могу. А потом сила какая-то входит в тебя, и ты уже можешь. Таким образом, Священное Писание, оно дает силу человеку. Святой человек также дает силу, если о нем помнить. Некоторые говорят, а нельзя поклоняться людям. А в этом случае человек не поклоняется людям. Он поклоняется свету в человеке. Он не считает человека Богом в это время. Он поклоняется свету в нем. Понимаете, в чем поклонение? Мы не бумаге поклоняемся. Поклоняемся свету знания в книге. Мы также поклоняемся свету знания в человеке. Ну, скажешь, нельзя человеку. Не создавай себе кумира. Уважать людей можно? Ну, извините, вы тогда создаете кумира себе. Значит, не надо уважать никого. Надо на всех наплевать, чтобы не создавать кумира. Есть три степени уважения человека. Первая степень. Уважение. Просто уважение. Кого надо уважать? Всех людей. Всех людей. Что это значит? Это значит, что я хочу жить как лебедь, а не как ворону. Если я хочу уважать себя в любви. Я выбрал путь в своей жизни. Получается? Нет, это другой вопрос. Насколько сила есть, насколько получается. Есть три категории людей. Первая категория людей. Мало силы. Не получается всех уважать. Держаться подальше от того, кого не уважают. Почему? Ты ему никак не поможешь в жизни. Вот не уважаешь кого-то, меньше общаемся, меньше разговариваем, меньше живем рядом. Просто вот желаем счастья на расстоянии. Все. Почему? Никак не поможешь этому человеку. Все. Вторая категория людей. Они могут уже, эти люди могут всех уже уважать. Они чувствуют душу во всех. Но они не могут при этом помочь тем, кто идут неправильным путем. У них не хватает силы. И они поэтому общаются со всеми, кто идет правильным путем. А с теми, кто идут неправильным путем, они их тоже любят, но не общаются. Есть третья категория людей. Это люди, которые настолько пропитаны этой энергией и любви, что они могут общаться со всеми, всех любят. И им не нужно ограничивать себя ни в чем. Такой человек может подойти к преступнику, обнять его судьбуру. Преступник станет праведником после этого. Теперь у меня вопрос к вам. А к какой категории мы относимся? Первый, второй или третий? Что у вас в сердце возникло? Ну, как минимум, к второй, да? Мы не хорошие. Мы в основном даже до первой не дошли. Потому что, когда человек доходит до первой категории, он уже вот здесь в сердце начинает чувствовать, что? А? Вот кто сейчас не ответит, значит, он к этой категории относится. Потому что кто знает, кто-то ответит. Боречи. А? Боречи. Нет. Нет, от счастья это неправильный ответ. Это про близко, уже близко. Свет. Кто сказал свет? Да. Вот мы вот. Ну, вы не сдали экзамен. Потому что, если бы вы сдали, его бы не сказали. Он правильно в сердце подсказал вам. Спасибо вам. В сердце подсказал. Такой человек видит, что он живет не зря. Это необычное чувство в сердце возникает не зря. Значит, он... Если бы не простыл, простите, не... Вернее, тело простыло. Я лебедь там. Сейчас болею, пойдем использовать его ничь. Мы все болеем, потому что мы попали в материальное тело. Само по себе уже не очень хорошая ситуация. Я сейчас сказал такую фразу, которую они всем понятны. Ну, ничего страшного, с собой не понятны. Разберемся с этим вопросом. Итак, смотрите, интересно, что когда человек хочет, просто хочет, чтобы ко всем хорошо относиться, он работает, хоть хочет, не означает, что просто хочет. Это означает, что он с утра за это сражается. Потому что внутри у нас есть карма. Это сила, которая насильственно заставляет нас плохо думать о других. Насильственно насилует нас. С самого раннего утра, как только мы просыпаемся, и осознаем. Мы думаем, блин, какие проблемы у нас, столько проблем в жизни. Это карма говаривается в живой памятник. И человек садится перед алтарем, где он выбирает тот объект, который ему ближе. Допустим, самый простой объект для понимания – это общество лебедей. Проще всего память. Поэтому, когда человек лекции с утра слушает, он общается с обществом лебедей. Ну, с тем, допустим, который идёт этим путём. И он в это время чувствует хорошо. Мне нравится просто слушать лекции. Мне нравится так жить. Классно, классно. И он живёт в таком состоянии. Поплыл уже, поплыл. Поплыл. Он поклоняется обществу лебедей. Смотрите, первая стадия – это стадия уважения. Вторая стадия – уважаем всех. Стараемся, по крайней мере. Конечно, у нас не получается, но мы стараемся. А если мы дали бой своему неуважению другим, то мы встали на первую стадию. И в это время уже ощущение вечности из сердца. Уже не заряжено всё. Сдан экзамен судьбы уже основной. В это время. Значит, все равно людей не сдали. Они сражаются с окружающим миром, со своей судьбой. Они не принимают её. Сражаются. Большинство не сдали. Они знают, что этот мир только помогает нам. Они пытаются достичь борьбы о счастье за свою жизнь. Сражаются. Вы спросите, а вы, Геннадь, если сражаетесь? Каждый день. Я встаю с утра тоже чем-то недовольным. Потом сажусь молиться, сражение заканчивается. Что-то вот чуть прошло время, опять наваливается. Я в такой ещё не дошёл полностью до этой категории. Я только вхожу на этот путь. Это не дешёвый. Лебеде встать непросто. Но есть за что бороться. А несчастье на самом начале уже находится. Лебеде говорится, что тот человек, который встаёт на этот путь, этот путь не имеет потери в своей жизни. И когда человек даже маленький шаг по этому пути делает, он получает внутрь то, что никогда не погибает. Помните, я рассказал вам в случае вчера, мы разговаривали. За треть жизней не погибло. Осталось внутри вот это чувство. И он живёт. Оно настигает человека. Поэтому маленький шаг на этом пути уже даёт сильные изменения в судьбе. Поэтому стоит. Но ему трудно сделать даже этот маленький шаг. Вы потом попробуйте. Надо каждый день желать всем счастья, молиться. Ну то есть каждый день направлять свой взор на святость. Да? Пропитываться ей и отдавать другим. Так надо жить. Думать, Олейки, да? С какой луны ты свалился вообще. Откуда взялся-то мой хороший? Я резонирую, я чувствую что-то от вас и назад возвращаю. Резонирую. Это не потому я делал, что я сновидящий. А потому что таков мой долг. Бог дал мне возможность это делать. Поэтому читаю лекции. Одна женщина мне написала письмо. Олег Геннадьевич, я вам задала вопрос. Я сначала вам задала вопрос и в уме задавала. Вы на них все отвечали. А потом я подняла руку. Вы посмотрели на меня и сказали. Так я тебе уже сколько вопросов ответить. Чего ты поднимаешь руку? Такая ситуация была. Но я ее не помню, эту ситуацию. Честно. Я не помню. Она вот так сказала, что так было. Но я не помню. Понятно, да? Есть сила, которая это надо. Она там все делает. И я просто выполняю свой долг. У вас тоже есть такая сила. Эту силу называют совесть. По-русски. Совесть. Жить по совести. Человеку честно читать тему. Честно по совести. Не потому что для того, чтобы стать Олегием Геннадьевичем. Постать на высшей. Все выше и выше и выше. А просто вот честно жить. Для этого. Итак. Первый способ. Самый простой. Да. То есть мы не доходим до третьего. Никак. Первое это уважение. Второе. Это для всех, да? Второе. Почтение. Кого почитать можно? Почитаемых людей. Есть почитаемые? Это идолы или нет? Нет. Они просто почитаемые. Уважаемые люди. Вот допустим. Я в Казахстане, в Алма-Ате, когда лекцию читал. Один человек подошел ко мне в конце лекции. Надел на меня халат. Такой. Мусульман. Я говорю. Зачем вы надели на меня? Он говорит. Олег Геннадьевич, понимаете. У нас мусульман. Но в Алма-Ате есть такой обычай. Вот этот халат ты купить нигде не можешь. Он продается в магазинах, но ты не можешь купить. Потому что если ты купил и надел на себя, тебя дальше никто уважать не будет. Тебе все плевать будут. Халат такой интересный. Но если ты купил и надел на кого-то другого, тогда это означает, что это уважаемый человек. И ты должен отвечать за свой поступок. Если ты уже точно понял, что это уважаемый человек, надень на него этот халат. означает почтение, почтительное отношение друг к другу. По факту мы все должны учиться найти в своей жизни таких людей, на которых мы можем такой халат надеть. Потому что иначе жизнь бесполезна. Надо хоть ком-то больше душу убедить, чем всех остальных. И такой человек, если он по поведению соответствует этой категории, значит, он может быть наставником. Почтенный человек, понимаете? Почтенный не означает старый, а означает по качествам, характеру. Он же проплыл чуть больше, чем я. Я иду за ним. Я стараюсь за ним плыть. Но это не означает, что я от него поклоняюсь. Он как друг, старший друг просто, и все. Такой же, как я, но получше. Называется почтением. А есть еще предание такое слово. Предание, понимаете, означает вера. Вера – это чувство сильнее жизни. Что такое вера? Это то, что сильнее жизни. Я сильнее жизни верю в этого человека. Это не создатель этого у мира. Я не считаю его Богом. Я считаю его просто святым человеком и все. Понимаете, о чем я говорю? Знаете, критерий какой? Если ты веришь в человека, а он говорит, ты ошибаешься, я не такой. Значит, все правильно. А если ты веришь в человека, и он так его поперл, значит, ты не в того поверен. Девушка, если смотрит на наставника, и он так на нее, у него такое речка, такое сладкое стало. Начал на нее смотреть, на сладкие дыры. А девушку – это не наставник. Наставник не видит девушек и мужчин. Молодых девушек и старых он не видит. Он видит небедеева, как у себя только все. Он не хочет наслаждаться людьми. Он хочет честное отношение строить. Потому что это обман. То, что я сейчас показал, это просто обман. Мы обманываем человека. Нам человек не нужен. Мы хотим просто наслаждаться. Наставнику нужен человек. Он хочет человеку что-то сделать в жизни. Ему не нужна почтение. Вот это вот все. Деньги ему не нужны ни от кого. Нужны отношения. Чистота. Сердце нужна отношения. Чистота. Но я сейчас не для себя говорю. Я говорю про наставника. Я такой же человек обычный просто. Залез чуть повыше. Вот. И пытаюсь делать умный вид. Вы спросите, почему? Потому что это мой долг. Я должен так жить. Мой наставник мне сказал, что я должен так делать. Я это делаю. Это мой долг. Читаем эти лекции. Потому что так надо. Мне надо так жить. Кажется, свой долг в жизни. Итак, надо верить в общество лебедей. Надо верить. Но при этом, смотрите, интересная вещь. Когда у нас взгляд не отточен, вот мы когда не умеем, не умеем светлую память о человеке сохранять, мы тогда не должны приближаться к тем, в ком мы видим свет. Сейчас объясню, почему. По этой причине лучше всего поклоняться тому, кто не живет уже на этой земле. Допустим, Сергей Радонежский, Серафим Саровский, Святая Матрона. Слушайте меня внимательно. Почему? Когда отношения вот такие далекие, ты будешь видеть в этом человеке только свет и поклоняться ему. Он для тебя всегда святым будет. А если ты в жизни его увидишь, то ты начнешь ворона внутри, она сразу начнет работать. И ты в нем что-то заметишь такое, не светлое, как тебе покажется. И до свидания, поклонение. До свидания. Ты уже не сможешь в нем свет видеть в этом человеке. Ты будешь его считать обыкновенным человеком. Не тот, не тем, кто передает тебе знания, а обыкновенным человеком. По этой же причине человек не должен сам читать Священное Писание. Он должен читать его с тем рядом, у кого глаза уже смотрят на это Священное Писание с любовью. Критерий такой. Не который знает Священное Писание, знает, внимательно слушай, знает. Ну то есть такой крутой, что знает Священное Писание, ну прям вообще. А тот, который любит Священное Писание. Он при этом крутым не кажется, просто он любит его. И он вообще не хочет быть крутым. Он просто любит Священное Писание. Знаете, этот человек обладает светом знаний. И он может поменять судьбу. Такого человека рядом с ним надо слушать Священное Писание. Записывать его голос и читать то же самое, что о чем он говорил. А другой ничего не читать. Вот именно это читать и думать постоянно об этом. Когда человек так действует, свет знания входит в его сердце. И когда следующее поклонение, это слушать лекции. Что это такое? Это учиться жить в обществе людей. Кто читает лекции, тот, кто хочет просто жить в этом обществе. Не обязательно святой человек. Просто любой человек, который хочет обсуждать вопросы, связанные с истиной, он рассказывает, кто-то другой слушает. Вы спросите меня, я сам слушаю? Да? Каждый много-много времени провожу. Зачем? Чтобы наполниться светом внутри. Потому что карма же действует постоянно, она заблизняет сердце. Ноги уже уходят. Вы не устали слушать? Нет. Есть такой стих в Священном Писании, Григо. Мы не устанем слушать о Светлого, Которого спета во всех Священных Писаниях. Потом там говорится, я сейчас точно до слова не вспомнил. Потому что на каждом шагу этого пути слушания о Светлом, человек испытывает необыкновенное счастье. На каждом шагу. Мы не устанем слушать о Светлом. Поэтому в лекции нет перерыва. Три часа. Кто устал, поднимите руку. Можно отдохнуть? Мы продолжаем. Итак. Видите, тема какая лекция? Жить в гармонии с собой и с окружающим миром. Почему сначала с собой? Потому что карма исходит изнутри. То есть гармония с собой означает, рано утром садиться. И какая у меня склонность? Или я слушаю лекции? Более высокий уровень. Я думаю о Святом Человеке, кланяю всему. Желаю всем счастья. Еще более высокий уровень. Начинаю думать о Священном Писании. И свет извлекать из него. Завтра будете это делать? Кто будет поднимите руку? Ведь и кто-то не будет. Знаете почему? Вы не услышали. Что я сказал? Не услышали. Потому что ведь тема-то какая заявлена? Тема заявлена такая, что я заявил, заявил, что я вам сейчас расскажу, как жить в гармонии с собой и окружающим миром. Вы представляете? Или я совсем тупой, что я заявление такое сделал, потому что это серьезная тема. Или я знаю это. Одно из двух. Как это проверить? Нет, не попробуйте себе. Это уже результат. Я вам сейчас расскажу, как проверить. У меня есть один друг, который пишет докторскую диссертацию о том, что такое настоящее познание. Он, кандидат философских наук, он пишет докторскую диссертацию о том, и он доказывает в ней, что настоящее познание возможно только если человек способен слушать с верой того, кто знает. Ну, допустим, смотрите, привожу пример. Допустим, я знаю, что волка впадает в Каспийское море. Вот я сейчас сказал, волка впадает в Каспийское море. Слушайте меня с верой, внимательно. Волка впадает в Каспийское море. Что вы услышали? О, слова. Спасибо, супер. Кто еще что-то услышал? Кто еще что-то? Правду вы услышали. Вы видели это сами? Да, вы верите мне и услышали правду. Знаете почему? Потому что вы верите тому, кто во мне находится внутри. Вы услышали. Но я никогда не видел, что она впадает в Каспийское море. Никогда не видел. Поэтому я не могу сказать правду. Я сам не могу. Но если бы я видел, как она впадает, и я бы сказал. Вот допустим, сейчас я другую фразу скажу. Когда омываешься в священной реке, выходишь оттуда, как будто заново родился. Я сейчас вспомню это событие. Я чувствую? Вот это называется передача знания с помощью звука. Это самый мощный способ передавать знания. Веды говорят, есть три как-то способа. Пора заканчивать, да? Сколько? А? Все, да? Вот. Есть три способа передавать знания. Первый способ, самый главный, это звук. Потому что разум, который меняет судьбу, он контактирует только со звуком. Мы будем дальше говорить с вами на следующей лекции. Второй способ передавать знания, это на втором месте стоит. Это свидетельство. Свидетельство. Допустим, мама говорит ребенку, я знаю, кто твой папа. Почему она узнает? Ну, потому что она знает. Кто еще лучше знает, чем мама? Так или нет? Это свидетельство. Когда человек свидетельство дает, он не обязательно говорит. Он может просто засвидетельствовать на бумаге. Но так как это свидетельство, это воспринимается. Ну, от кого оно воспринимается, это свидетельство? От того, кто точно знает. Ну, кто еще скажет, кроме мамы, кто папа? Если мама, этот человек моя мама, да? Она написала мне на бумажке, твой папа такой-то, такой-то. И дописала, я тебя не обманываю. Говорю чистую правду. Точка. Это называется свидетельство. Она передает истину. Сразу вера возникает. Потому что это моя мама. Она меня не обманывает. Она мне написала, кто мой папа. Я, допустим, не знаю. Он ушел там в детстве. Все. Я получил знание. Но если бы она сказала мне об этом, я бы получил больше знаний. Потому что я бы папу увидел тогда в своем сердце. Потому что, когда человек говорит, если он точно знает об этом, это передается для тех, кто слышит с верой. Как получить свидетельство вот этого шабру или звук, наполненный изменением силы изменения циклы? Тот, кто слушает с верой. Теперь сразу возникает вопрос, о чем мне надо фанатиком быть? Нет. Слушание с верой – это не фанатизм. Это поведение лебедей. Когда человек слушает с верой, что происходит? Если человек обманывает, вот как мне человек сказал, вы слова сказали просто. Правильно, я сказал просто слова. Почему? Потому что я не видел, как Волга впадает в Каскийское море. И он был прав. Почему? Потому что он слушал с верой. Да человек слушает с верой, он видит. Правду человек говорит или нет. Это не фанатизм. Вот не слышать упорно и думать, да блин, ну не знаю, там никакой правды. Это фанатизм. Слушать без веры – это фанатизм. А слушать с верой – это признак разумности. Значит, у тебя уже развитое сознание. Ты понимаешь, как правильно слушать. И третий способ передачи истины – это логика. Логика – самый примитивный. Логическое мышление. Доказывать с помощью логики. Этот способ работает, но очень слабо. Потому что он не передает полную истину. Понимаете, о чем я говорю? Тебе докажут, что так надо жить, но утром ты не встанешь, чтобы молиться. Почему? Потому что поднимает тебя с постели сила, которая переходит вместе со звуком. С логикой эта сила не переходит. Понятно, о чем я говорю? Поэтому только звук может дать возможность встать утром и молиться. Причем ты почувствуешь, что тебе хочется это сделать. И ничего не будет мешать. Это означает победа над судьбой. Потому что судьба что делает? Заставляет спать, есть на ночь, заставляет ругаться с мужем, делать глупости и потом страдать из этого. Мои хорошие, дорогие, любимые люди. К сожалению, время наше не к вашему сожалению, а к моему. Потому что я хочу в ваши глаза бесконечно долго смотреть, всю жизнь смотреть. Но сейчас моя возможность закончилась. Это дело. Вы думаете, что я пристюм вам? Нет, я сейчас вам скажу правду. Правда заключается в том, что тот, кто слушает с верой, стоит выше того, кто говорит. Потому что тот, кто говорит, еще не факт, что будет слушать с верой сам. Болтать легче, понимаете? Поэтому я, когда вижу ваши лица наполненные верой, я вижу в вас истину. Я чувствую, что вот она истина. Так надо жить. Надо так слушать, учиться. Мне тоже. По вашей милости, когда я не учусь, так слушать. Сейчас мы с вами будем последнюю часть нашего занятия проводить. Оно очень важная часть. Будем повторять, я желаю всем счастья. Для чего? Для того, чтобы провести практику. Веды говорят, жизнь человека меняется только на практике. Вот вы услышали, послушали, это хорошо. Но если мы сейчас начнем практиковать, даже 5 минут практики, очень сильно поменяет восприятие ситуации. Вот я сейчас болтал, а сейчас я должен делать то же самое. И вы потом посмотрите, что там у меня получается. Давайте сейчас мы все будем вместе делать. Может у нас вместе лучше получится, чем у меня одного. Значит, какое действие нужно совершать? Нужно вспомнить одно из трех. Подумайте. Или священная книга. Кто из вас верит в священную книгу? Поднимите руку. Малые людей. Да, ну не так. Да, ну очень достаточно образованных городов. Дальше. Кто из вас верит в священную книгу? Поднимите руку. Больше уже, да. Вот кто поднимает руку, тот тем и будет заниматься. А кто из вас верит в лекции? Часть от этого испытывает. Поднимите руку. Наверное, все. Все. Вот те, кто верит в книгу священную, и те, кто верит в святого человека, выберите из этих двух. Я вам рекомендую святого человека. Проще. Верить в книгу тяжелее. Надо реально очень глубоко развитым человеком быть. То есть, что мы делаем? Мысленно кланяемся. Мысленно кланяемся. В сердце своем, что мы делаем? Я хочу жить для тебя. Это как получить обмен от любви. Единственный способ получить обмен от любви, это ждать объект любви. Моя любовь на пятом этаже. Почти где луна, моя любовь, наверное, спит уже спокойно во сна. Ну, то есть, человек ждет. Он и так же не мешает, да? Вот сейчас мы этим будем заниматься. Мы сейчас будем влюбляться в святого человека. Мы его и так любим в сердце, просто мы забыли об этом. Сейчас будем вспоминать. Ну, то есть, надо вспомнить святого человека. Как вспомнить? Просто икону вспомнить. Потому что с память соединит, однозначно соединит вас с этим человеком. И надо дальше говорить, пожалуйста, я хочу жить для тебя. Я устал уже думать, жить для себя и думать о своих проблемах. Я устал уже в этой скованной ситуации находиться. Я хочу из колупы вылезти и начать побеждать судьбу. Я хочу жить для тебя. Пожалуйста, научи меня жить светлой жизнью. Сердце своем. Я настрою вам сейчас это, скажу, настрою. Научи меня. Мысленно кланяемся, кланяемся к человеку. Но мы при этом сразу уже совершаем действие. Потому что действие означает делать то, что он хочет. Что значит, научи меня светлой жизни. Что хочет святой человек? Только одного. Всех сделать счастливыми. Больше он ничего не хочет. Поэтому я повторяю. Я желаю всем счастья. Я показываю этому человеку. Я уже стараюсь. Я еще не влюбаюсь, что это такое. Я в основном, когда желаю всем счастья, думаю, блин, такое крутое. Как классно я пожелал всем счастья. Ну, то есть, я не понимаю, что счастье – это не то, что я делаю. А то, что через меня исходит, идет. Я могу быть только инструментом. Душа может быть только инструментом в руках святости. Если я забываю про себе, кланяюсь к этому человеку, думаю, я желаю всем счастья, но при этом чувствую, что он желает всем счастья через меня. А я что делаю? Я тоже действия совершаю. Я это его счастье отдаю другим. Это то, что потом нам надо жить, так учиться будет. То есть, надо будет утром молиться, счастье брать святого человека, отдавать мужу, детям, всем. Все нуждаются в счастье. Означает знание. В данном случае мы знание передаем. Мы думаем, как ребенку-то выучить? Он же скотина такая, вообще ничего не изображает. С помощью вот этой энергии. Ты берешь у святого человека, и потом, когда ты с ним просто разговариваешь о чем-то, говоришь, надо получать пятерки. Но при этом у тебя в сердце вот эта сила святости есть. То есть, ты бескорыстно это делаешь. Он получает самый лучший способ знания. Он получает от тебя то, что дальше в его сердце начнет жить. Понятно, для чего он сейчас это делает? Мы тренируемся жить правильно. Вот жить в гармонии с собой и окружающей миром.